Всем привет! Я хочу немножко показать вам, что у нас сделано и что не сделано. Только по той простой причине, что мы получаем очень много имейлов и очень много комментариев с просьбой, как же там ваша кухня. Вот она на сегодняшний день вот так. Конечно, вы можете сказать, что столько времени не можете закончить, и на это есть свои причины. Это не так дешево, как оно кажется. И кто когда-то делал ремонт, и те понимают, что на самом деле даже цена, которая приблизительно вырисовывалась в начале, она абсолютно не соответствует тому, что мы имеем в результате. Итак, если вам интересно, я вам сейчас скажу, что нам это стоило на сегодняшний момент. Вот так вот это все пока выглядит. Оно у нас не закончено. И я вам расскажу цены о том, как это было. Кухню мы купили, саму эту кухню мы купили очень дешево, потому что ребята подъезжали в дом от билдера. И это новый дом от застройщика. И эта кухня уже была там. И у них был точно такой же лаяут, точно такая форма кухни, как у нас. Только чуть-чуть она была у них шире. И эту кухню мы заплатили за нее 5000 долларов. И это очень дешево, потому что это настоящее дерево. Это не какой-то не ламинат, не МДФ, не всякие вот эти слова, которые есть. То есть это настоящее качественное дерево. Она достаточно простенькая, чтобы вы понимали, у нее нету никаких там супер навороченных этих самых. Дверцы закрываются обычно, то есть в них надо, если хочется, вставлять систему. То есть ничего такого нету. Это я уже положила штуку сюда. То есть все очень простенько, но нам она нравится. И тут шли гранитные контертопы уже. Поэтому я считаю, что цена была достаточно дешевая, потому что сделать такую кухню, это было бы совершенно другие деньги. Вот, как вы помните, у нас умывальник был на вот той стенке. Мы его перенесли к окну. И вот чтобы только проложить вот эти траншеи, чтобы только перенести, прорыть и положить всю эту дренажную систему туда, это все дело нам стоило 1600 долларов, но он дал нам скидку. Мы не платили ему и части, то есть мы сэкономили порядка 200 долларов. И поскольку это нам его посоветовали, то он нам дал такую цену, потому что, как правило, такие работы намного дороже. Вот. Мы также поменяли пол. Вот, смотрите, вот такой вот пол у нас, такого цвета. И здесь у нас даже, если кому-то интересно, есть коробка, как он называется. Это не прям лежат, потому что, если носим материалы, то очень удобно. Вот так вот называется Hickory Silver Mink. Очень красивый цвет. Мы в диком восторге от него. На самом деле он был чуть-чуть светлее в магазине, но здесь у него больше вот этих таких темненьких полосочек, как вы видите. Но он отлично сочетается с кухней. Если положить светлый бэксплэш, будет очень достаточно хорошо и красиво. И за сам материал, только за полы на вот эту комнату, вот как вы видите, туда, это 350 скворфит, в общем, у нас заняло. И вот так вот на эту сторону у нас ушло 2100 долларов, это только на материалы. Вот, как вы видите, вот такой размер. И нам ребята наши помогали положить это. И также наш друг помогал нам установить эту кухню, то, что сейчас установлено. В чем загвоздка? Почему мы никуда не двигаемся дальше? Этот вопрос возникает не только у вас, но и у меня, потому что мне очень хочется, чтобы эта кухня уже наконец-то была закончена. Я вам сейчас вот покажу. Вот этот уголочек, как вы видите, он у нас пустует. И это самая большая проблема для меня на сегодняшний день, потому что я не могу найти плиту нужного размера. Как вы видите, вот этот угол, он у нас уже полностью установлен и все уже готово к использованию. Этот же угол, он даже не закреплен, то есть его можно двигать. Я не буду, не получается, но в принципе его можно двигать туда-сюда. Почему? Потому что здесь размер для плиты 36 инчей. И это плиты достаточно хорошего такого уже уровня. Это профессиональные больше плиты. И если у меня будет возможность ее найти, я с удовольствием ее сюда поставлю. Но пока я нахожу трудности с этим, потому что эти плиты достаточно дорогие. И все, что мы находили, даже юзаную мы нашли недавно за полторы тысячи, но она была в ужасном состоянии. Новая начинается от пяти тысяч и выше за среднего класса. Конечно, если это Волф или какие-то более хорошие, то они намного будут дороже. Таких денег у нас нету за это дело платить, поэтому мы ждем. Мы ждем, потому что я жду, что очень многие люди иногда они продают. Здесь такие есть популярные Крэглистки, Джи-Джи в таком плане. И иногда люди в хороших домах, особенно которые там в даунтауне Торонто, они продают свои кухни, они ими не пользуются. И они просто делают реновейшн, они просто делают апгрейд, и они их меняют. То есть абсолютно новые апплаймсы они продают за копейки. Недавно мне попался на глаза такое объявление. За четыре с половиной тысячи продавали все. Китченет, совершенно новая плита, вытяжка, холодильник. И еще и, как вы видите, вон там нам нужна тоже дешвошер, место для дешвошера. Поэтому все вместе продавалось. Мы же пропустили этот дил, но все-таки я еще жду. Что будет, если я не найду эту плиту? Будет все очень просто. Как вы видите, вот написано, куда она будет доходить 30-й нчевая. И мы поставим обычную плиту. И вот эту часть нам надо будет доперекрывать ящичком. И нам точно так же надо будет такой же ящичек достраивать там наверху. Что в принципе не невозможно, но и нежелательно. Потому что кухню мы купили уже готовую. Нам надо подбирать материалы, нам надо подбирать стиль, чтобы оно было похожее. И оно будет выделяться, если его... Поэтому мне проще найти плиту. Тем более я всегда мечтала о такой плите. Это, ну, я всегда хотела. И когда мне сказали, что вот тебе надо 36 нчей, я в душе очень обрадовалась. И я знаю, что моя плита меня где-то ждет. Также мы еще не купили дешевошер. Вот у нас будет здесь дешевошер. Тоже его надо вызвать. Еще будет электрика, чтобы он провел туда проводку. И, как вы видите, у нас еще нету фосета. Это... Как он? Вода откуда бежит? Крана. И у нас нету никаких connections. Но ту цену, которую мы заплатили ему за то, чтобы он все это перенес сюда, входит, что как только у нас появляется все необходимое, он приходит и подключает. Поэтому эта часть у нас будет закрыта достаточно легко. На этой стене, в принципе, мы еще хотим доделать здесь полочку для того, чтобы можно было туда поставить какие-то либо книги. И повысить здесь немного, потому что, как вы видите, здесь не такое большое расстояние между верхними контртопами, ой, капбордами и контртопом. И я бы хотела иметь возможность поставить миксер, чтобы он не упирался. Поэтому мы хотим здесь открыть где-то вот отсюда, и чтобы он стоял себе нормально. Ну и, конечно же, нам надо будет поменять холодильник. Холодильник это старый, который нам шел с домом. Мы его отдадим кому-то или вынесем в гараж. И поставим туда другой побольше. Здесь тоже надо будет решить, что мы будем делать. Но, опять-таки, это все подальше и попозже. Так что это основная сейчас моя проблема. И, как вы видите, у нас там было подключение, вон внизу розетка для электрической плиты. И если я куплю электрическую плиту, это окей, все будет хорошо. Но если я куплю газовую, нам надо будет еще находить и делать вывод туда, на улицу, для газового подключения. Для этого надо вызывать специализирующихся людей, и они это сделают. Вот я еще хочу показать вам комнату. Если вы помните, здесь у нас не было стен, и здесь не было пола. И сейчас у нас все это в таком виде. Оно уже почти все сделано. Пока оно в таком ремонтном виде. Вот мы уже одну стену покрасили. Мы выбрали цвет. И, в принципе, нам он очень нравится. Осталось докрасить остальные. И также мы вызывали пламя рад сюда, чтобы он сделал. Там за стеной здесь не видно, но там он все полностью переделывал. Весь этот сток и все остальное. За это мы ему заплатили 400 долларов. И когда у нас будет умывальник здесь, и все, он тоже придет и все подключит. И также он подключит нам стиральную машинку сюда, как только мы покрасим стены, и все будет. Мы пока поставили сюда сушилку, потому что, когда нам эту стену ставили, вот этот разводник, вот этот, который вы видите, он у нас был наверху. И там была подключена эта машинка, но они ее перенесли сюда, поэтому наверху пользоваться мы этим не могли. Также, как вы видите, комната эта тоже уже сделана. Нам сделали стены, нам сделали пол, положили плитку, выровняли, потому что пол был неровный. И за это дело мы заплатили 1400 с хвостиком долларов. Это было почти 1500. Поэтому вот такого плана расходы у нас. Поэтому, как вы видите, мы не сильно торопимся, потому что за что бы ты ни взялся, за все надо платить. И это достаточно дорого. Поэтому, поскольку у нас нет таких средств, чтобы мы могли там направо и налево принимать решение, и все, а давай купим, и не будем смотреть на цену, то такого нет. Здесь такие чудесные тумбочки на нашем айленде, которые будут... Вот они такие глубокие, там у нас будет розеточка. И вот так это было Сережа на решение поставить айленд так, чтобы когда мы сидим, мы могли смотреть в окно. Потому что я вначале хотела его ставить вот так вот, но он сказал, что нет, поставим так. И, в принципе, я очень рада, потому что так намного больше места между айлендом и кабинетами. Можно будет ходить, и можно будет, в принципе, не цепляться за краешки. Так что вот так вот. Ждите новостей, мы вам обязательно все расскажем. Пока!